Библейский портал экзегет.ру представляет Двенадцатый псалом читаем в переводе Российского библейского общества для библейского портала экзегет. Псалом очень маленький, имеет подзаголовок начальнику хора Псалом Давида, как и некоторые другие. И, в общем, мы не очень понимаем, что это такое, да, причем здесь начальник хора, и Давид автор, или лирический герой, или просто основатель традиции. И Псалом, наверное, один из самых печальных, хотя при этом очень короткий. Надолго ли Господь оставил меня? Неужели навсегда? Надолго ли отвернулся ты от меня? Сколько сетовать мне еще? Весь день в сердце боль. Долго ли глумится врагу надо мной? Взгляни на меня, отзовись, о Господь мой Бог, верни, очам свет, сном смерти не дай уснуть. Пусть не скажет враг, я одолел его, пусть не подуя врагам на радость, я надеюсь на милость твою, ты даруешь мне радость и спасение даешь, я буду петь, как Господь меня спас. Вот очень просто все, у меня все плохо, но ты мне поможешь, да, такая краткая молитва. Зачем это здесь в Псалтире? Вот мы смотрели такие длинные, сложные, интересные, глубокие псалмы, а тут очень примитивная на самом деле ситуация. Так у людей в жизни ситуации бывают разные, в том числе и довольно простые, там, где не требуется долгое и сложное рассуждение. И здесь только можно обратить внимание на то, как псалмопевец понимает свою беду, да, мы читали уже в разных предшествующих псалмах, где эти самые нечестивцы нападают, наседают на него, а здесь как будто их совсем нет. Надолго ли, Господи, ты оставил меня, неужели навсегда? Надолго ли отвернулся ты от меня? То есть все, что происходит с человеком, происходит между Богом и ним самим, в том числе и всевозможные эти нападения нечестивцев. «Взгляни на меня, отзовись, о Господь мой Бог, верни, о чем свет? В сном смерти не дай уснуть». То есть он здесь даже не говорит, я праведен, а враг нечестив, он говорит просто, Господи, я хочу быть с тобой, и вот без тебя у меня ничего не получается, без тебя моя жизнь, она, собственно, и совсем жизнь. И только после этого пусть не скажет враг, я одолел его, да, то есть это происходит между Богом и псалмопевцем, но другой человек, некий враг, ну, а, конечно, христиане считают в переносном смысле, предполагают, что здесь враг, это некий духовный враг, одолевает, но одолевает ровно тогда и только тогда, когда человек оказывается отделен от Бога, да, когда Бог не с ним. И вот он уверен в том, что это не тот случай, который происходит сейчас, ты даруешь мне радость, ты спасение даешь, я буду петь, как Господь меня спас. Вот тоже такой очень интересный и яркий пример того, что когда псалмопевец молится, он уже предполагает молитву свою услышанной. Ну и более подробно и цветисто, вот эта история про врагов и нечестивцев, она будет в следующем, 13-м псалме.